Субтитры сделал DimaTorzok 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 Меня крутится DimaTorzok Другая возможность Был интересный DimaTorzok Конечно же Не только я отмечал, что маленькая выборка Но что поделать Хорошо, что есть хоть такая выборка Они не подпcapился Конечно же хочется Продолжение Экспериментов И в больших масштабах И, может быть, я бы даже вообще приложил руку к их проведению при возможности. Все в ваших силах. Да, в общем, тема действительно интересная. С другой стороны, конечно, слишком мало было сказано, собственно говоря, про пас. То есть много было сказано про отчуждение родителя. Синдром отчуждения родителя практически нигде задет не был. В лучшем случае о нем просто упоминалось. Здрасте, я, по-моему, раз 6, наверное, услышал эти 8 признаков. Синдром там состоит из 8 симптомов. Эти 8 симптомов, они были, не знаю, их нужно, наверное, все должны как скороговорку уже. Я даже думал уже сочинить такую скороговорку вместо вот каждый охотник же. И знать не сидит фазан. Назови первый. Первый признак – компания очернения. Второй. Компания носит фривольный, в общем, слабо обоснованный характер. Ну, это кому признаки-то? Ребенку. Компания очернения ребенка носит слишком. Ну, фривольный, то есть имеет слабое или абсурдное оправдание. Ну, вот, понимаешь? Могу пример из гарнера привезти. Тут признаки приведены не к самому ребенку, а к ситуации. Вот то, о чем много экспертов сказали. То, что вот когда мы говорим о синдроме, почему-то мы не подразумеваем, что синдром как-то ставится конкретно ребенку. Все говорят о ситуации в целом, что вот это вот их взаимодействие вместе, все вот это вот пас, что, в общем, не совсем корректно. Мне кажется, вообще не хватает дать, собственно говоря, какие-нибудь условные названия каждому участнику в данной структуре. У них есть название. Алинатор, целевой родитель, отчуждаемый или отчужденный алинатор, целевой, target parent и сам ребенок. Ну, во-первых, ребенок название не отражает суть. Название также не отражает. Хороший поинт был высказан, что зачастую уж не знаю. Но, в общем-то, у родителя отчужденного в случае выигрыша в войне, так сказать, за ребенка и все-таки взятия его обратно, есть повышенный риск также стать родителем и алинатором. Это во-первых. А во-вторых, как-то тут даже не дело только в названии самих этих личностей. Все-таки как-то они страдают от разных вещей. Пусть они, возможно, как бы варятся в одном котле, условно. Но у каждого из них свои проблемы. И называть все это синдромом ПАС абсолютно некорректно. Окей, допустим, что ПАС будет относиться к тому, в каком состоянии пребывает ребенок. Тогда надо дать название, в каком состоянии пребывает родитель-аллинатор. Потому что вообще-то, вообще-то, я понял идею, что исторически это появилось из детской психиатрии. Поэтому у нас ПАС относится к ребенку. Да, эту идею мне повторили. Но вообще, как бы, главной причиной, проблемой в такой структуре является как раз-таки алинатор. Во вторую очередь отчуждаемый родитель и уже только в третью ребенок. Я не спорю, что, возможно, он больше всего от этого страдает. Но чтобы исправить ситуацию, потенциально нужно заниматься именно алинатором. Ему нужна психотерапия. И, возможно, даже принудительно. Там про это речь шла. Могу, опять же, по памяти повторить, и из Ами Бейкер, что они делят степень отчуждения на... Ну, и Гартнер тоже делил на слабую, среднюю и тяжелую. И во всех трех вариантах он предлагает разные подходы, естественно. Причем у него даже, по-моему, средняя делится там типа там, типа, вариант А и варианты. Короче, у него были градации. Ну, в общем, про это на конференции сказано не было. Вот про то, что степени были, да. Все рассуждали про детей, и никто практически не затрагивал тему алинатора. Было два, если мне не изменяет память доклада, которые очень поверхностно задели эту тему, вообще не раскрыв. А это, по-моему, может быть, даже приоритет номер один. Все-таки, если мы как-то стараемся с этим купировать данную ситуацию. Я там, конечно, был задействован в обеспечительных мероприятиях, поэтому я не могу сказать, что я слышал там хорошо доклады, особенно второй день там, потому что они так размазаны были по этажам. Ты хочешь сказать, что ни один человек не сказал, хотя бы примеры не привел, откуда происходит тяжелая степень отчуждения у родителя? Ты про возможную связь там с биполярным расстройством? Да, что-либо это серьезная биполярка, либо серьезная нарциссическая, либо что-то еще. Я могу ошибаться. Либо не было сказано вообще ни разу, либо это сказал буквально один человек очень скользко. У меня не отложилось, я бы это записал. Интересно. Видимо, специфика такая, там же... Ну вот я и говорю, что специфика вообще была направлена на детей. Не особо. Что, ну, как бы неполное раскрытие темы. Даже тема ребенка, в общем-то, раскрыта была довольно посредственно, потому что были... Задача была показать вот все эти, практически все точки зрения по этому вопросу. Ну, более-менее адекватно сформулированные точки зрения по этому вопросу. А не действительно рассуждение на эти темы. Все-таки, ну, собрать всех выступавших людей, запихнуть их в одну комнату, они к одному выводу никогда не придут, мне кажется. Так в этом же, наверное, и не было задачи, что это же конференция. Я так понимаю, что централизованных, как бы, усилий толком нету, кроме вот этой группы ПАСГ, да, в которой у нас теперь есть российские члены тоже, которые в ней состоят. Это, так сказать, группа, которая специально, такой task for, да, из психологов, который сфокусирован на этой теме. Все остальные, они просто каким-то боком, кто-то из судебной экспертизы, кто-то из детской психиатрии, кто-то из детской психологии. Каждый из них просто так получил, что, ну, вот вошел в эту область, а потом узнал, что у нее есть название и так далее. И у них, как-то сегодня слышал, да, сегодня даже был доклад, что у многих из них, извините, они, может, даже не знают, кто такой Гарднер, еще недавно, но у них была практика уже, например, 20-летняя, где они примерно знают, о чем идет речь. То есть, может, они по-другому называли, может, у них там какие-то собственные термины были, может быть, до этого. Ну, в общем, все у них там было, как бы, и они сегодня, фактически, вот, были люди, которые делились. Так, я сейчас мьют включу ненадолго. Так, вроде снова соединение, что-то у нас тут, к нам тут и проводники приходили, и соединение пропадало. Пардон, но пока вроде больших провалов нет, так что, я думаю, мы можем продолжить постепенно, да. Так, на чем мы остановились-то? Мысль оборвалась. Сложность закрытия двери. Да не заморачивайся пока. Так, про что вы говорите? Отороженый вопрос, я уже забыл. Так, про степени сказали, про доклады. Про доклады. Я хотел сказать, что да, что были люди, которые, например, 20 лет там в своей области проработали, например, вот эксперты судебные были, да, там, которая, может, судья, я не знаю, знал, Ильяна Гарднер, как давно она узнала. Но у нее личный клинический опыт, по экспертизам, уже лет 20. И она просто, я так понимаю, ну вот изложила за 15-20 минут, изложила сжато то, что она вынесла и, собственно, этого клинического опыта, и все. Естественно, каждый из этих людей абсолютно, например, там, среди прочего, я надеюсь, это не тайна, я думаю, я еще постараюсь никаких тайн не выдавать, у нас там были несколько известных людей, достаточно известных, там была Ирина Медведева, она оба дня была, кто-нибудь читал когда-нибудь книжки Медведева Шишова, и вот я читал, как бы, я знаю, что этот человек, она, например, вот там из личного опыта просто поделилась, сказала, что это она не видит там большой разницы между этим, по пору там, по психическим расстройствам, да, между разведенными, детьми из разводов и не из разводов, сказала, что это типо-звойство характера, ну вот, зато она видит разницу между эмоциональными страданиями мужчин и женщин, многим, я смотрю, это очень понравилось, да, не без этого тоже, да, опять был сегодня, почему это был ведь какой-то, это был психолог, это ведь был не рядовой человек и не политик, был представитель, опять этих, сейчас так они называются, сейчас боюсь, отцы России, что ли, не путать с отцами страны, отцы страны, это Рената Абдулхаков, и вот то, чем они занимаются, отцы России, это фактически организация дочерняя по отношению к женщинам России, и в общем, он был представитель, он опять нес такой, он, да, ну, скажем, это очень такой у нас своеобразный, совершающий, нет, вот он выступал где-то в середине сегодня, на психологической секции, ну, это, которые, которые тоже из ручной брать на себя все ответственность, ну, да, там тоже про ответственность, но главное у них лозунг типа чужих детей не бывает, это их слоган, который у них на сайте висит, вот, и я не стал ему, как по традиции, предлагать пойти в детский сад и забрать не своего ребенка, а соседнего, и под девизом, что чужих детей не бывает, и посмотреть на результат, мне кажется, что результат бы быстро обнаружился, чтобы разница все-таки есть между этими и чужими, вот, ну, как бы не из этого, ну, я так, я так считаю, что у него тоже какой-то личный опыт, видимо, надеюсь, все-таки он вроде практикующий, там, специалист в своей области, я не помню, честно, был психолог или клинический психолог, или я могу откопать, но вряд ли клинический психолог, ну, я думаю, что там будет все на этих, на записи, потому что большинство записей вроде обещали, что появится, так что мы сможем об этом, если психолог так не рассуждал. Так, давайте я подвижу, подвижу в чат какой-то веке, да, у нас, к сожалению, рвется периодически, не знаю, насколько это, не знаю, насколько это становится практично, так, давайте, посмотрю, быстро чат, то, что было. Так, норм, но слышно хорошо, сколько планируется по времени, да не знаю, как прием будет, в общем, не поймешь, что... Впервые я трезл, а я теперь... Так, должно хватить трасса стратегической. Нет, сказали, что прием не по всей трассе, так что уже подобрели. Живая картинка, так... Качество трансляции можно на 144 поставить. Да, в общем-то, да, на самом деле. Исэк на этот, на... на легче топ стримить, можно было вообще только аудио оставить. В чем тема? Да, в принципе, я все, не знаю. Надо ли бежать с зеленолаской. Я не знаю, что такое зеленоласка, но если хочется, то надо бежать. Сумасшедшие концепции, канха, о чем... Но мы, в общем, в основном делимся впечатлениями по поводу вот два дня, которые мы на конференции провели. Так... Паша... Паша продан, но это про Рашу, что ли? Так, ничего не грабит. Фантазии, все верно, продано. Дни изнутри ребенка. Теперь, так... Работают, бритики, предъявили, да, предъявили, бритики, уже мало девочки чай. Ну, наверное, посмотрим. Эмбельский поезд. Да, что-то такое. Психолог, психолог, не психолог, да. Так, оказывается, знамя из телефона воспроизводит какие-то шурупа, конец звука. Да. И стакан с подстаканниками. Подстаканник тут нет, тут все серьезно, вот. Но, в общем, все нормально. Так, сейчас попробую снова картинку включить радиоустойчивое соединение. На старе, к сожалению, не догадался эту самую. Взбекаем, взять, было бы отдельно взять. Все было бы. Жрешь, чем так. Нет, она не сильно живет трафик. там видно, хоть что-нибудь, что происходит. А почти еще не видно, я же тебе. Темно уже, когда на это, если сюда, конечно, там вид. Уже, в общем-то, стемнело, поэтому, честно говоря, в картинке особого смысла, честно говоря, уже нет. А мы с вами только вид. Так что, вот так. Нет, я в целом, так скажу, я очень доволен. Мне кажется, что это первое в своем роде, и все получилось для первого раза вполне себе на уровень. Людей нашли, то есть, для этого нужно были специалисты, откуда ты их наберешь. Я вот лично нашел там всего троих людей, да, там, случайным образом, которые этим занимаются. Между прочим, сегодня мы пошли обедать. С нами совершенно случайно, благодаря Алексею Бакову, пользуясь случаем. Алексей, спасибо огромное. И на машине, в общем, отвез, привез. И вообще, просто, шикарный питерец наш комрад, который и в Москве успевает помогать, и просто, и приютил, и обогрел, там, и интернет дал. И вводит отлично, да. Особенно по Питеру я бы, наверное, башканым кругом пошла. Тут очень специфический стиль вождения свой, собственный. Такой питерский. Я так не умею, это точно. Вот. И он с собой вдруг привел, говорит, вот, типа, специалист из Москвы, и мы что-то уже сидим, разговариваем, там, значит, заказали там на обед чего-то. А я еще, когда увидел, думаю, ну, знакомый, жлицо, и он и представил, говорит, Мария, 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 я так сижу, сижу, блин, я же не может быть, я же знаю, человека знаю, но я так осторожно говорю, типа, Мария, Косова? А когда? Блин, я сижу, думаю, ломаю, на канале есть, естественно, записи, на, во-первых, она выступала на митинге, на, МД, единственный тот митинг, который тогда был, как раз пропас, говорила, между прочим, а потом она была один или два раза у меня на стриме, когда они были вместе с сернатом, говорили про деятельность отцов страны и про отчуждение вообще, так вот, она сегодня была, я, кажется, даже доклад делала, просто я был по хозяйственной части, занятый, я и не видел, а ее доклад был первый, там, по психологии, так что, мир тесен, да, повидались со многими ребятами, сигареты сближают людей, между прочим, да, возможно, между прочим, господа Жгутова была, сегодня, вот вчера ее не было, сегодня была, не знаю, как у нее впечатление, даже интересно будет, наверное, она поделится, потом в общественной палате, вот, так что, в общем, зацепили людей, там я видел, в заявленных участниках была госпожа Волынец, но, я ее, во-первых, в лицо не знаю, может она и была, но я и не узнал просто, либо она так и не пришла, мне кажется, ей бы слово дали, если бы она пришла, в общем, не знаю, честно, в общем, мы об этом узнаем, только когда записи публикуют, была ли она на самом деле, вот, место очень колоритное, не знаю, как там, как отнашли, как договорились, но мне понравилось, я даже отдельно мини-экскурсию сегодня записал с утра, там, вот так, что особенно, это меня тот еще арт-специалист, в общем, все было очень-очень цивильно, нашли редких специалистов, созвали их там, либо лично, либо через, там, Zoom, соединение, конечно, ну, оставляло желать лучшего, там, часто, вот, но, в целом, ничего, зарубежников нашли, причем не просто зарубежников, а зарубежников, лидеров, ну, как бы, лидирующих, самых главных людей, по-моему, единственное, кого не было вживую, ну, кто не выступил, вот, наверное, Воршик, все остальные, кого это я знаю, на вскидку, все были, и финал сегодня, там, когда уже нужно было сбегать, потому что уже нужно было на стрим бежать, заканчивал выступление Эми Бейкер, то есть, как я понял, там, вот, по отзывам говорят, что сейчас лидирующий человек, вот, по этой области, вообще в мире, так что, в общем, связи серьезные, видно, что эта группа работает, реально, там, были товарищи из Израиля, были товарищи из США, были товарищи, а? Вроде нет, Израиль, США, по-моему, Британия, Эми Бейкер, по-моему, из Британии, по-моему, она так, очень слаженно говорит, она про эту, вот, пятифакторную модель, рассказывала, вот, ну, я говорю, разрешат ролики, публикуем, так что, вот так вот, я думаю, что уровень был серьезный, собственно, я сожалею, но у меня нет квалификации, чтобы оценить, я только как, ну, как, условно, как МДшник, могу это воспринимать, да, то есть, ну, какие-то термины, я знаю, что там, о чем-то говорит, многие вещи, ни о чем не говорят, так что, я как бы, как, скажем так, как пользователь этой системы, да, тот, кто пользуется этой теорией, но сам, какого отношения к ней не имеет, да, и вряд ли что-нибудь, когда-нибудь там прибавит, я вижу, что, ну, терминология расширяется, там, идеологическая сама картина углубляется, то есть, уже там больше известно, больше терминов появилось, конечно, западники впереди, естественно, но все равно, и вот этими усилиями, вот этой вот международной конференции, как бы, мы ходим фактически в это поле, как бы, в нем уже, в общем-то, весь мир вращается, хотя, честно говоря, с предлиностью ради, сегодня даже вопрос задавали там, по-моему, как раз Эми Бейкер вопрос задали, типа, а как бы нам это, в общем, сделать так, чтобы эти, принимали в судах, вот это все там, чтобы они знали про эту теорию, чтобы можно был тест, чтобы суда предъявлять, она сказала, вы не представляете, типа, что, у нас там, на Западе, где все это уже много лет существует, нас тоже часто в суде нужно все это обосновывать, доказывать, в общем, и сильно, так сказать, впихивать, то есть, американец тоже вчера говорил, что первое, что нужно доказывать, это то, что, типа, вам нужно уметь доказать суду, что ПАС вообще существует, что это реальная вещь, что это научная вещь, то есть, может быть, судья об этом знает, и тогда, как бы, вы просто идете, и дальше обосновываете, что ПАС есть здесь конкретно, но судья может и не знать, или не верить в эту тему, поэтому вы должны, пределить доказательства и между очень помню что по моему кирлинда очень похоже мыслей слагал что про суд я тоже спросил типа как вы обходитесь без этой без дсм там а так далее он говорит что надо по памяти там из старого стрима с ним сказал что вам в принципе нужно доказать что ребенку причиняется вред как это называется как как угодно можете назвать бабочки полета главное что вы доказывали что это некая вещь как конкретный набор явлений типа что например не нужно назвать это пневмония может сказать это что там у человека температура у него там затруднение дыхания у него отек легких и еще что-нибудь то что там все вместе воспалить хоть неважно важно что все из этого вместе это вред это болезнь раз это вред болезнь значит можно за это противодействовать вот но в целом в общем мне кажется это ну такой прыжок серьезно не на как час такие штуки будут происходить вот я со своей стороны если будет возможности как бы и подержу там и промоушен сделаю там и переведу что-нибудь если на счет перевести думаю что без проблемы сделаем надеюсь что будет чаще это наверное раньше чем через год ждать вряд ли наверное части заходы и что во второй части скажет честно вот был далеко не один доклад который информативность была стремительно приближалась к нулю особенно учитывая что до этого сказали уже спикер у люди тарабы привлеченность разная в эти сферы извините да конечно не ну знаешь вот один я помню еще был доклад тоже второй день а муж конкретно называть не буду когда вроде кажется и слова разные ну то есть ну не прям вода налита вроде и и рассказывает интерес но содержание просто нулевое почти ниже нуля но таких было примерно три всего сейчас за два дня за два дня и естественно ну я беру только как ту психолога педагогическую ли там как и обозвали может быть другой был что-то альтернативно не знаю я кстати сегодня вообще не попал или может и один что такой доклад слышал в общем я толком не услышал что происходило в юридической части любопытно любопытно по моему то жгут его было сначала там шла туда сначала потом где было про психологию попытно но в любом случае согласись что движуха да то есть как бы этой теме там серьезный такой в общем и ног взлет не знает разгон согласен хорошо что вообще эта тема поднимается тут действительно повод для дискуссии большого количества дискуссий это действительно в пользу теме это прекрасно я полностью целиком поддерживают тут я полностью разделяю идею как раз таки вот приглашение людей самыми разными точками зрения это полезно это отлично кстати вообще хочется естественно выразить благодарность станиславу станиславу клюеву за вообще организацию и поддержание вот этого вот события со стороны было видно насколько это ответственная тяжелая работа и я благодарю за то что она была хорошо выпал было видно что не просто тем более все меняется там кто-то кто-то смог приехать кто-то не смог кто-то подключился там но связи нет перри подключили бы расписание поменять всем все это то есть куча административки конечно который по хорошему конечно лучше быть им это отдельный человек занимался но не отдала делегированность подобной функции но тема должен быть администратор в теме а у него же личные контакты так на со всеми этими людьми участниками поэтому как бы так просто вот но не делегируешь это это тоже это тоже наработка тоже наработка и я так понял что надеюсь я тоже тайна не выдам в общем там помощником выступала девушка у которой на табличке на груди было написано клюева стаси и по моему с чего я заключаю что возможно как раз это и будет может будущий помощник там или даже участник подобных конференций было конечно нервозно это еще не конец завтра еще продолжение вдруг кто-нибудь завтра все еще сможет добраться до васильевского острова там планируется луарные общем показ нескольких видео фильмов документальных и может быть не только документальных на который так или иначе связано с тем и по сну скорее всего все эти фильмы видели потому что я про них так иначе говорил но тем не менее там аудитории и может быть будет обсуждение потом этих фильмов не знаю но мы к сожалению не смогли уже на третий день остаться как есть там свои расписания свои планы пятницу брал там за свой счет в общем короче ладно разберемся вот так что да в общем организатором большая благодарность и андрей брезгин там общем фактически так понимаю что касается здание устройства да вот это все вот такое еще не что то наверное это его было работой работа тоже вот тоже непростая достаточно конференция научная но все вот это обеспечить да даже такие мелочи как там маски и дать его сейчас сейчас куча же тыси ерунды термометр на входе нужен маски там стопка нужны и кофе там и чай и все остальное там эти и тены и обогреватели тут куча бытовых и куча бытовых и кофе чай писать ну как бы до конференции в общем да иначе люди будут бегать куда-то пути протыскать а тот человек прошел так кофе взял и подвел сюда так что про научность конференции мое мнение и вообще вот позицию научности этой конференции идеально выразила боюсь соврать номер спикера в первый день по моему да в первый ночью ладно я без конспектов сейчас так точно не скажу может она и к лучшему были зачитаны там довольно много интересных тезисов хотя вот в прямом смысле зачитаны там весь текст был на слайдах и текст напрямую читался но кроме всего прочего да там постоянно вот это была подгонка по времени что типа давайте давайте быстрее у нас все там много спикера времени мало и тут там человек говорит я уже не помню что высказала но поскольку у нас не научные конференции упрощу вот это по-моему идеальное описание того что собственно говоря происходило честно говоря прям вот научного профессионального в какой-либо сфере знаешь так вот все-таки там касалось тему например юриспруденция считаю что если я целиком понимаю текст про юриспруденцию это значит что текст непрофессиональный в теории не могу его понимать интересно вот та же вещь была с психологией и я не знаю и смежными там медицинами очень прям боялись терминологии невероятно вот запасы не выходим каждое слово упрощаем все разжевываем ну у меня есть простое объяснение почему ну я и почему сейчас не могло быть и на таргетинг как раз таки да на более широкую аудиторию меня делать даже не то что шок шок аудитории обдел то что после другой аудитории просто нету ну вот конкретно говорит что про научную но общем научная она конечно она научнее всего того что есть в общей сфере наверно по этой теме это да но назвать прям научный что вот собрались деятели науки и пообщались на научном ну нет как-то не сложилось такого впечатления ну что такое как я мог понять все слова даже по психологии я в общем еще не настолько должен быть умный человек и я не знаю прошаренный в этой теме чтобы я все мог там понять с другой стороны но мне так что слагаемое первое самое главное что я так понимаю что такой полноценной научной аудитории чтобы люди в зале каждый был из тех кто способен понять текст который не способен понять ты должна быть тема не за может это лет через десять случится только не раньше когда тип этих людей будет много это будет более-менее стандартная вещь там в вузах там научные средства из института края будет узнать также как это знает на западе сейчас даже если бы очень быстро бежать то я думаю это лет десять но это самое оптимистичное а сейчас кого кто кто был тогда были люди общественные деятели были разного масштаба о чеснете если он сам не не сон сам и профессиональный психолога а как он это поймет а с другой стороны посмотрите на это другой стороны точнее даже с третьей стороны вот например я не был на что происходило юридической этой самой где про юридическую сторону говорили но ведь самые ведь цимис ситуации и как бы это и и смех и трагедия одновременно судья который принимает эти решения он же хера не понимает в этом вообще не понимает в этих вопросах ничего а некоторые судьи как вот там из фильмов там их типа расследует похоже у них просто ну диагноз у людей у самих то есть по-хорошему сами бы проверять надо они вообще насколько они адекватно реальность воспринимают их нужно лечить также как вот эту жену из фильма экипаж которым только что разбирает честно а решают то дела именно они так что странным образом получается тебе нужно договариваться с ними также как вот он нам говорят там но нам смысле мужчина говорят а жена вот кукушкой поехала ребенка настроила против и что говорят обычно стандартный совет ну вы как бы поймите она же слабая женщина у нее эмоции как ты с ней договоритесь я так понимаю одну . как эмоциями договариваться ну ну кашель противоречий сам себя как детьми не договариваются нам же сегодня объяснили вот товарищ на четко сказал там не один товарищи несколько вам говоришь типа что и женщина такие дети большие как разговариваешь с детьми и пи говорят типа приводит внимание внимание хоп ребенок он забыл у него нету поддержки линии он уход и птичка летит очень сочувствую подобную жизнь шоколаду да и сочи шоколадку ну а что делать но это же не я сказал это они говорили тяжело так наверно жизнь знаешь такой философии когда у тебя все все женщины это взрослые дети и не знаю все мужчины это тоже взрослые дети от этим просто дети в норсе не имеют такой власти хотя опять же это вписывается в наш концепт государственный по моему потому что он как у нас дети имеют больше власти чем родители поэтому если на большие дети должны иметь это же больше власти чем по родитель же умный иначе он должен терпеть молчать там найти подход ты же умным ты найди подход ты же рациональный ты же бог ты же она же ребро а ты она же кость без мозга которая если угадал шутку вперед когда шуб когда начали говорить про я же из ребра я понял что будет сказано могу дальше закончить этот анекдот заняла лишь я чтобы будет сказано что бог создал его не жала да а вот что тут все там был до меня это сейчас модная сейчас модная тема стал типа и из единственной кости без мозга кстати как он как специалист вы же так кажется снова connect мы это самое в общем изображение выключили все равно там ничего не видно мы зато час почитаем чат наконец не будет что я смотрю сигнал портится долго мы там не сможем так сейчас мотая прочитаю так 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 окей с нами что им так тоже такой опять обрываешь геноцентризма наверно честь и имели ввиду но конечно проскальзывал еще как тут я говорю нас сегодня говорили что дети говорили что дети же женщина это большой ребенок поэтому нужно к нему с терпением относиться с особой чувствительностью опять теку эстетическую картинку поставлю чтоб народ не думал что у нас это все сдохло но мы близки к это хотя живет чего-то ой тут даже обложка есть так что сама пусть будет ну едем ночью так что общем и стежки так города так так что генцентризм до был мизандрия но скажем так наверно для большинства мтшников думаю да а я рассказал что петерсона не было петерсон никогда не позиционировал себя как специалист по пас в общем то я даже не знаю хоть раз произносила что-то не помню ни единого раза что питерсон произносил с учитания пас так так в испании в институте психиатрии валенсии официально ответили что пас это уже научная теория есть прям бумага с ответом интересно а можно эту бумагу опубликовать между почему-то было бы интересно для это вы могли бы даже показать ее на этом на конференции завтра все еще можно показать если есть этот скан там решить такое маленький шаг вперед для всего российского м.д. знаете мне хочется думать что это был шаг не только дм.д. вот это как раз вот копание в эту сторону гораздо круче это как раз то на что мы надеялись что м.д. однажды же не будет же м.д. ради м.д. никогда я должен что-то породить из себя какие-то прикладные вещи и вот это хочется верить все таки прикладная вещь которая вот именно была порождена в той или иной форме м.д. то есть пас может быть и был и книжки были и так далее но заговорили заговорили про них вот например я так более-менее вслух об этом услышал когда на на митинге на н.д. шнам и на собрании общественной палате где собственно я впервые увидел не слава клюева вообще узнал кто это пожалуйста то есть благодаря кому это было вот благодаря мужском пути тут ничего как бы не выкинешь из песни да а то что порождается возможно будет гораздо больше чем собственно ну так ты замечу что я не вижу то я так не чувствую листа листа опас не признают длинномесов признают ну да буквально днях я видел это мари дофтян фейсбуке публиковала ссылку начну статью какой-то там где значит у матери отобрать детей я честно не знаю этот кейс там насколько там все оправданно неоправданно но а среди прочего она сказал типа что продолжают типа вот значит нехорошие люди используются значит в лженаучную ненаучную теорию пас вот значит для издевательства над детьми и матерями вот так вот мари дартян считает что это лженаучная теория так что возможно будет вот такой адвокат с которым придется спорить теми же самыми выражениями которым эссе гарднер который записал когда у меня произносят 1908 что ли год 1906 теми же самыми выражениями так вот сергей пишет ответ для суда официальные выдали что пас это лженаука под печать для суда институт выдал я говорю это что-то можно было бы и если это не тайная бумага танка если можно опубликовать то в общем я думаю нам есть кому я передать был институт чего был институт сергей написал щас напишу скажу 8 чего в испании в институте психиатрии валенсии официально ответили что пресса салжи научная теория дали бумагу для суда включить так что какой-нибудь маленький можно нам связь вот так вот так так науке важно прогнозируемость результата при известных исходных данных честно говоря с псих психологии вообще с этим не очень хорошо как я понимаю просто силу изменчивости психологии на многие афига так прямо до что психологии вообще не наука честно говоря вопрос наверное достаточно сложная является ли психологии согласен это общем тему для дебатов на это можно отдельную конференцию создавать имя лиц или психологии наукой медицина наука на муки медицина разные задачи откуда столько прав у детей ну я думаю ему в мое мнение что это горе а тумаша называется то есть изначально все начиналось из самых лучших побуждений написали давайте защищать права детей написали всяких этих вот концепции прав сегодня там тоже упоминали про работу с трудными детьми как они очень хорошо знают право ребенка и так далее но кончилось тем что всем остальным за забыли общем прав прибавить соответственно по моему это было целенаправленно как часто принято делать погиб под эгидой борьбы за детские права принимают то что удобно самого государства с другой стороны вот здесь в принципе ведь если подумать давать и психология и вот такие прикладные вещи там как на как теория пас теория чего-нибудь еще там или там не на идея о том что дети нуждаются в особой защите я думаю это жить можно отнести к технологии в общем то да то есть как бы ты определенный способ смотреть на вещи воспринимать вещи а это значит что повод теории которые постман развивал да и его соратники изобретатель этого всего этот идея подавал мог вообще понятия не иметь во что это превратится через скажем так 30-40 лет и если бы он об этом узнал он возможно волосы бы на себе рвал и галки черт побери что же она делала верните все обратно но уже поздно я тут запятую должен был поставить а он ее какого-нибудь побили насколько я знаю нет вот но нервы и там были да но люди то некоторые с личными историями то есть там научных терминов они может и не понимают зато они некоторые там прошли суды и много судов например я вообще ни разу суде не был по этой теме и и нечего сходя там были люди у которых там и по 15 у которых дома в библиотеке бумаг собраны там судебных это совсем другая история если женщина большой ребенок то лишить ее дееспособности как у мусульман вообще-то это логичный шаг от из если бы мне пришлось дебатировать с этим человеком который просто он делал доклад как бы доклад не место для дебатов и я бы сказал что да что либо ребенок он вообще-то поэт именно поэтому потому что он ребенок он лишен полномочий у него нет прав таких как у взрослого соответственно если вы признаете что человек ну полностью не отвечая на себя что он вот ребенок кто-то ребенок кстати кто-то сегодня говорил это очень очень интересная была нетривиальная мысль и даже захотелось тоже вставил что кто-то в докладе сказал что типа что тип определение детстве не существует для определения ребенка не могу сказать кто это это был товарищ который должен был начинать круглый стол а это он им вел это он и был до реализации этих из отцы россии короче на самом деле я я честно говоря думаю что вообще-то он в этом вообще-то прав потому что это именно это составляет основную линию книжки постмана исчезновение детства он говорит что детство это вообще не биологический феномен это белый феномен культурный культурный то есть грубо говоря если вашей культуре дети созревают в семь лет как это было устной культуре то они созревают в семь лет и в семь лет их уже можно повесить если вы считаете что у вас дети являются детьми там да там не знаю 12 15 18 сейчас уже там 21 и больше европе жена скоро 30 будет 30 все еще ребенок там до конца еще понимает можно ему сексом заниматься или нет какие могут быть последствия пока его детство проблез это чисто культурный феномен раз он культурный конечно скойня может быть обрадение никакого играть без границы то может провести где угодно абсолютно так что в этом вопросе он прав но просто если вы в этом же под вопросе относите женщин к детям приравниваете к детям у детей нет таких прав про детей всякие стишки типа там праздник непослушания там на то есть наоборот если бы ограничивают да и нужен какой-то надзиратель custodian там гардиан и так далее как почту за кстати какая-то еще очень интересная была приведена статистика в докладах прям до любая статистика которая была не по собственным исследованиям статистика особенно там прекрасно было по каким-нибудь либо по тому у кого там остается ребенок после развода либо но общем ладно мне это точно записано но мне просто очень понравилось как к статистике в итоге ни разу нигде не совпало причем в каких-то моментах там абсолютно диаметрально противоположным еще можно пример диаметрально противоположным диаметрально противоположного когда все кричат но они кричат ладно но почти каждый эксперт женщина практик которая выходила говорила что вы знаете вот я конечно там понимаю всю ситуацию но женщин больше вот типа вот ко мне обращаются больше же не она ко мне больше даже не статистика это просто просто ко мне больше все не а потом кто-то и статистику приводил я уже честно плохо помню насчет вопроса а потом приходит например какой-нибудь активист активист ладно я про конкретного активиста который был во второй день и приводит статистику там что во первых там до 2 пункт статистики вообще непонятно как был собран а первый пункт что там 99 процентов детей уходят материал я не знаю то есть ну противоположная идея была что по моему 90 уходит материал но честно говоря так адекватно смотря на ситуацию мне кажется что там ни то ни другое как-то явно больше все таки 90 но меньше 99 так как минимум ну и ладно в принципе со статистикой я говорю если статистика не относилась к собственному исследованию или там презентации как чего-то исследования спикера то статистика была странный это как-то тоже знаешь вот кроме всего прочего как говорят из серии что вот нужно значит единый понятийный аппарат образовывать пора бы уже образовывать единую статистическую базу как-то чтобы ну одним и тем же оперировали я не знаю или хотя бы чтобы противоположные условно параметры были в одной базе были какие-то условия как они были получены чтобы тоже как-то развивать эту тему по поводу единой базы статистики кажется допустим бывают же мета исследования люди берут допустим 50 исследований они могут в разных странах каждый какой-нибудь имеет особенность подсчета то что они относят к чему-то и со суммируют делают мета исследования получается по мета исследованию что вот в среднем такое на разброс там большой не знаю ты видела когда я приводил сатистику по этим по подложному отцовству там прыгают 10 раз источник страна где и кого выбор кота там десятикратная но все-таки когда берешь извините то 20 штук тоже все равно некую порядок цифр это же представляешь да по первым двум вопросам у нас нет разногласий как-то вот так ну спасибо докладчикам которые собственно говоря разбирали какие-то действительно интересные исследования это это было действительно класс надеюсь на этой теме сделать парочку докладе а теперь у нас в одном как минимум в одном психологическом вузе появится пускать вторичный источник который будет там науку двигать по этой части мало ли не знаю спешно дадут эти крайне любопытно какая будет реакция на не правда интересно вот сейчас пытаюсь вспомнить если это не тайна конечно я так понимаю ты делал уже доклад на достаточно больную тему этот доклад на какой-то был чуть ли не конкурс нужно было выступать с ним прям больно английском языке даже не согласен ты выбрал такую достаточно им в общем-то около им дешнюю тему ну из тем который я раньше раскрывал и твой доклад в итоге прочитали сказали ну лучше не надо уже есть уже факт ну давай если на может быть и вот с этой штукой будет тоже так я никогда не разбираю что-то с темы м.д. меня интересует именно как сфера психологии сферы медицины сфера науки в этой области как бы не знаю я стараюсь быть максимально объективным в данном вопросе так что ну не пойдет но не пойдет успешно нет я к тому что могут могут и начать зажимать там либо пассивно либо даже активно зажимать скажут у нас тут опасные появился понимаете источник всякой вредные понимаете информации и просто будут ее гнобить там сначала намекнут тонко потом толстый намекнут потом если намеков не поймет еще что-нибудь сделают то есть в общем тут конечно как она пойдет все большой вопрос так у нас опять что-то естественно появляется пропадает появляется пропадает ну давай и же конекты я вижу здесь есть начала падать перри вижу может быть это в принципе так основной ты не сказали сейчас стану восстановится скажу два слова то так дорог на всякий случай если мы вдруг вдруг пропадем совсем я вижу что начало скакать а почему потому что начало теряться 4g потому что весь как обычно заявлено вай фай в поезде на самом деле его нету общем как у нас часто бывает написано еще не значит что реально есть вот поэтому поэтому если мы так сейчас начнем проваливаться на она просто оборву потом не расстраивайтесь не обижайтесь будет еще возможность но так сказать решили опять ночью мы решили поделиться свежими впечатлениями и заодно у меня даже смысл заодно разговор поддержать не у меня вроде нормально пока по крайней мере вот вот с качестве бы то есть то нет то есть то нет хотел поупражняться сейчас попробуем сделать нукси нукси я обрезан так чуть-чуть чуть-чуть продвинуть и стараюсь о как вам такой дизайн ничем для разнообразия помедленнее чем мы быстро едем как-то хочется показать что мы все-таки в поезде они просто так уже необычные способ стима тогда прочитаем сейчас тоже пропадает точно так же как пропадает весь остальной каник может это там сергей писал выше что если мы имена затрем то он готов поделиться я думаю что без проблем наверно вообще готова так сейчас потом назад потому что провалилась сам пас не наука но комплекс симптомов и повторяемости прочее уже невозможно отрицать как это и есть наука на научности как раз там есть несколько критериев новой научности теории так что повторяемость это один из них до эмпирическую науку в любом месте соблюдев условия можете повторить естественно еще как научно так читаем правами интересам детей можно здорово лупцевать портите ломать людям жизнь конечно естественно как же это не будет про кости с ребра а если вы не знаете вам перескажу мне несложно ну он в разных формах рассказывается но сегодня нет не мне вернее всему зал это рассказали форме типа что значит муж разговаривает женой или он про код конкретного говорил знакомого или про свою жену вообще короче типа что значит он говорил про жену какого-то своего знакомого который он изучал тип того дождь и пшу жена нашла очень мудрый способ как значит объяснить что она там типа муж ну срывается там она нашла к нему подход муж срывается говорит там ну как же ты можешь не понимать вот этого 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 тогда она ему объясняет что вы понимаешь дорогой женщина же сделаны из ребра мужчины а ребро это единственная кость в организме в которой нет мозга все бывает это видео анекдот оформляется по увидел дима эти мемы такие типы с текстами так себе и дать я прочитал если именно затрете то готов дать прочитать ну сколько дадите только опубликуем как бы я и даже сам публиковать не буду могу выложить просто я все равно по-испански не читаю могу отдать для какого-то материалы для книги и для книги наверно такой там для фильмов для статьи я думаю что те кто участвовал сегодня никто участники поэтому они готовы были бы использовать это можно даже эми бейкер отправить в конце концов не могло бы быть интересно где есть родители которые ограждают права детей вы же благо да совершенно верно если женщина большой ребенка решить ее дееспособности ну не все дееспособности вот например сегодня даже говорили что у детей здесь и лет спрашивают мнение но не обязаны их слушать такая вот фишка спросу как минимум право разводиться явно и способ хотя вообще и право вступать в брак тоже да по хорошему возникает вопрос а их брак то можно если она либо труд везда на ребенок и получается браком бара между отцом семейства кстати говоря суши вот по поводу еще также участника точнее не участника ведущего ведущего круглого стола вот была высказана идея значит что требуется ну как требуется очень желательно при разводе значит устраивать эту экспертизу и типа проводить психотерапию с всеми участниками пас ну что как-то поскольку такое определение точно спас не было так сказать куда пришел пришел на данный момент это так что ладно проще будет называть отчуждение родителя так точно ошибки не будет а кстати ну так еще маленькая ремарка про профессионализм неоднократно мелькала синдром пас корица федерации рф той же области так тогда вот логичный вопрос который у меня возник там дальше я я даже думал в общем-то задать но потом как-то по пятна а почему вот казалось бы и цена в наш век уже давно поняла важность профилактики так вот почему мы загоняем под терапию под диагностику людей когда они уже собираются разводиться не вернее бы бы просто даже давать брак при проходе этой самой терапии а без него вообще отказывается его заключать вот слышал целиком там это четырехчасовой запись когда про демографию разговаривали собственно описывал идею и не совершенно создание совершенно особенного юнита не рассказывал я как раз там говорил что там должны быть критерии отбора и очень серьезные в том числе можно ввести и такое там типа и диагностику на стежке но и чтобы профилирование там типа скорее вот тут то тут просто тот же вопрос что как-то неправильно мы работаем ждем пока гангрена дает нам до колена слушая у нас у нас у нас так с пособиями у нас типа вот ребенок там живет папа мама есть пособие это тоже какой-то бред абсолютно что неважно сколько у них денег важно что никто тебе денег не даст мне мне так нравится как вообще вот даже недавно был у нас в одном предлога ну ладно в двух от соседних предложениях пишем значит мы там за рождаемость поддерживают семьи в следующем предложении мы увеличиваем пособие там выпуск матерям одиночка который никогда вам соседних приложениях про где-то не именно это и думают или 0 делают вид что думает на самом деле понимает что все это впустую между прочим это сегодня ирина медведева сказала про это супер важная вот эта мысль была права когда она сказал по 30 традиционной ценности я прям подписался бы вот но двумя руками проголосовал помнишь эту фразу она видимо ссылалась на какой-то предыдущий доклад который я не слышал и сказала по-моему товаре медведева рассказала тут очень многие говорят про значит традиционные ценности традиционные ценности тип а при ценности фон согласен это я сразу она сказала что фундаментальная вещь типа это так главная традиционная ценность из брака нельзя выйти что типа брак он на всю жизнь если она сказал папа помпа буквально следующая фраза была она как и это как ключевой кирпич краеугольный камень если вы вытаскиваете то вся пирамида традиционных ценностей рушится я вот двумя руками абсолютно за тоже я срок к этому подхожу я тоже не бросаюсь словами что к традиционную ценность какие ценности если подумать что сейчас что такое традиционная ценность то без понятия что не но но каждый свое подъеме они однако отказать что ты не нет какая-то казачественника что не все что-то их объединяет чего не традиционные поэтому традиционная система здесь это они были когда до этого и традиционные например центральной африки это разные традиции да будут но в пределах все таки некого там региона традиционное это будет примерно одну и то же а что одно и то что это одно и то же будет патриарха лность не расторжимость брака вы там еще ряд сопутствующих 노래 очень так что у них корня то бежит фундаментальная и расторжимать брака лежит это является традиционный главная традиционный ценность проект на всю жизнь ирина медведева это сказала сегодня я абсолютно я согласен на 100 на 120 процентов если вы эту часть убираете то все остальное о чем вы говорите это в общем к традициями это очень отдаленное отношение почти никакого можно как поезд помедленнее то укачивает но я ей говорю давайте сделаем пометами я сегодня профессионально управлять профессиональный машинист поезда так у меня уже можно звук поискать вы представляете одна из как бы это и радость и в то же время и некоторые расстройства я давно не ездил тем будет таких вот но то фирменных поездах я привык к тому что поезд в моем детстве поезд сделал так потом 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 он проходит эти переезды которые извини такой вот и проехал переезд на все это слышно сейчас было бомбом но дело то что современный поезд особенно между петербургом и так по этим же рельсам ходит сапсан скорее всего это стрелки были просто там где ходит сапсан там рельсы сваренные у них нет стыков вообще и короче от этого привычного звука т.д. т.д. его просто нету поэтому даже его теперь сейчас захочешь его вставить где-нибудь ну вот зациклить и его нет он так просто хотя я могу атмосферу найти конеч точно эту атмосферу звуковой поезд не хватает атмосферы звукового поезда короче я хочу сказать что и медведя в этом вопросе просто вот попала что называется не в бровь а в глаз да абсолютно с чем угодно можно спорить но тут она без без вариантов я каждый раз про это думаю когда вижу кто кто-нибудь призывает традиционным ценностям к возврату к традиционным ценностям я прямо где где почитать то про ваш план перехода к нерасторжимым браком я свою идею предложил что это добровольный союз параллельно который по другим правил существует старый остается как пести рядом с ним выстраиваться новый так у нас тут было так да уже ты не поспеваешься читать так вот эти мудрые мысль да феномен детства имеете темную и светлую сторону будьте как дети слова владыки прежде я был младенец и мысль как младенец теперь я в уши мыслю как муж по памяти да все тоже дело вообще так мы снова в эфире но я смотрю на чего чаще рваться и больше да и собственно надо поспать все равно нужно так что мы в обозримом обозримой перспективе все-таки наверное остановим стримку больше можем до следующей красной зоны думаю что мы неплохо да ну или давайте можете до следующей красной зоны там я стоп нажму предварительно всем удачи но на всякий случай до заранее попрощаемся еще следующая большая будет красная зона где недостаточно сигнала мало это да и он опробуем чтобы народ не мучить так сергей написал что признать проблему пас значит признать ребенка жертва и потерпевшим от матери это перевернет судебную практику ну конечно да какие-нибудь оговорки сделают так про поиски видео так так устранение возможности манипулирования и шантажирование детьми в эпоху гонения от языческих властей первых веков про что типа не хватил и факт что тебе а обычно написано дети очень мощное орудие одна из причин формирования целебата и отсутствие детей у христианских епископов а у католиков и священников хотя в евангелии нет запрета епископу иметь жену и детей это устранение возможности манипулирования и шантажирование детьми в эпоху гонения физических властей первых веков опытные честно не знаю про такое но верю полет педаль на честно я еще не был в туалете не знаю хандра это уже вторичная говорю что по евангелию кандидату епископа и действующему епископу можно быть женатым одно женский одно женский классное причастие евангелие их вообще нет епископов возможно нет на самом деле собственно само требование от множество но тот как требование к кандидатом в епископу священник диаконы не касается мужчин мирян так раньше молодым и глупым выбирали пару родителей а также папками ищет а сваха сна наверно опечатка слав имеющая огромный опыт в подборе парк учитал здоровье и так далее так сейчас оказались за одной порты и все уже надо делать семью тут какая семья вы чё вы сегодня фильм разбирали помните там как дочка это самое спарилась командир корабля какая семья и семья спросить слова семья никто не знает что это симулятор так вообще сказали знаешь так рассуждать вообще не знаю определение чего бы то ни было определение матери деления отца определение отцовства определение математики определение науки по определению математики я знаю реальный случай да даже самого цитировал мне кажется это не тот случай вообще как-то плавно приближается например это когда светофоре написано но вернее там по правил написано что светофоры бывают желтые зеленые и красные там ведь не написано цветовая температура с точностью до градуса что такой именно желтой еще не нет примесей там сказано он примерно желтый в общем загон и разочай сейчас я уже говорил что например на живут к азии мэра москвы топ-5 пасочный режим не указано какая ма какую маску нужно носить просто маска даже не добавляем и медицинской ничего вообще сергей обещает завтра выслух на почту только именно за 3 так это может то третий хотя бы то есть там все именно нужно затереть может там есть официальные лица который наоборот именно надо оставить что был на кого сватся там кто заключение давал конкретный там доктор и кто там не знаю там же должна быть фамилия наверно учреждение фамилия там кто авторизовал можно на перестереть именно самих но лиц частных кого-то так так что пошло дальше про епископов больше не пропас мне кажется все это тема там епископа не епископа и какая разница если у вас брак нерасторжимый в общем эффект разница понимаете если брак был нерасторжимый самой темы пас я бы вообще не возникло и просто не было бы это был бы или она была бы но как известно там узкому кругу специалистов которые занимаются очень особенными детьми и вот обнаружили бы там со временем что есть такой комплекс какой-то который классифицировать невозможно то точно это все дочернее производство как бы вот я подожди а в крест на c а ты про какой конкретно хочешь момент который тебе очень-очень нравится ты говоришь что все фильмы стоит посмотреть только ради него про дверь про дверь хотела чтобы быть сказать честным и равновесным вот меня уже возникло сегодня желание взять список 5 5 факторные модели ими бейкер и пробить по ней например герои фильмы экипаж можно точно также взять 5 факторные модели ими бейкер и пробить по ней саму крестного отца это вторая почему бы нет между быть я даже честно я начал чуть-чуть думать сейчас у тебя там стримили проект я начал думать про это про ребенка типа же ребенок ты ведь не демонстрирует поведение нет компании очередения нет причин этих всех безумных он не отвергает родственник вообще там родственников сюжете нет что отвергал так что к тому что как раз диагноз паста в этом да вот как раз еще как воруде вот зато вот список из 17 этих стратегии отчуждения но он будет не рабочий до практически больность там будет почти полный комплект больше половины все знаешь даже тот же вот там говорят гей кипит гей кипит при браке особенно при условном патриархате помоги кипит со стороны матери вообще его ну ладно окей вообще со стороны матери как и понятно ну ладно вообще лад честно я не то чтобы так особо могу просто гей киппинг не равен отчуждение другая тема по большому счету ведь гей киппинг вообще-то более широкое понятие например даже на работе ты можешь например стать такую некую позицию чтобы определенный поток там активности информации шел только через тебя никак иначе даже если принципе не могли бы с тебя обойтись ты так можешь поставить они обязаны через себя пройти такие киппинг такие теперь потому что их родитель врат значит ты должен это делать то есть могут все они делают делают обязаны только с тобой сейчас думаю пытаюсь вспомнить были ли показывали признаки отчуждения была ли у детей компания очернения особенно того какой к маме в итоге сбежал с крестом отца у них очернение это особенно вы не было контролировали он контакты да наверно контролировал возможно как-нибудь сядешь на три например у сватал сватал ли он им это самое у него будто было много этому я думаю у него не было бы проблем с этим если бы он хотел он в общем решил что это знаешь не за них он решил что это будет не за них но я думаю они были фактором тоже отдельно вполне возможно именно чтобы конфликты детей и создавать в голове и даже допускаю что он в тихаря где там знаю у него будет развлечение пока еще маргарита пока то есть больших перерыв пока не было так епископы так и сберу за тиристик участников хватит наверное пропас и гарнир укажу страницу и место хорошо в браке тоже можно замечательно отчуждать конечно да я больше того мне кажется именно этот момент был показан фильм с меня хватит кажется именно это и было показано и собственно в экипаже который мы сегодня разбирали вот такая сцена когда там с сыном играют она немедленно говорит так надо его постричь немедленно сейчас прям вот прекратили играть серии стричься все и что он будет стриме сейчас нормально как горизонтально как положено потому что ей не помогать этим что он еще хочет зачем мне поворачивать если не хочу поворачивать экран чоками пристал чему он требует от меня стрима в вертикали не поймал я не хочу стрима в вертикали хотите остановить стриминг нет хватит уже один остановил так попробую датчик выключить что-то это не особо помогает я не понимаю ой так все сложно да хочу и разворачивать план бог с ним буду надеюсь что получится если нет придется скачать и перезалить в общем я тут ну точнее мы тут в общем за утренним как веком уже на подъезде к москве стриме ли это сказать на закате стримина на рассвете тоже решил бы на раз уж такая возможность есть мы не так уж часто очень сейчас видимся мы как бы живем достаточно уже самостоятельными жизнью конечно регулярно с ценами я имею ввиду и хотел отрефлексировать о том что в общем то конечно был очень необычное мероприятие то есть это было приятно взяли вот так выбрались именно я имею как отец и сын что у нас есть какой-то даже ладно мы не состоим там в мд по большому счету я тоже не состою но есть некая область которая так же получилось нас сблизила да и кое-какое у кого теперь возможно родственную власть станет в профессии и однажды может быть этот человек выступит на подобной конференции и скажет такими словами что я вообще не пойму ни слова из того что он сказал ну вот но сейчас я думаю можно отрефлексировать про то что ну в общем мы из тех кто прошли что называется между между как называется по-английски слипт фруды кратис просочились сквозь щели мы из тех кому в общем то повезло но конечно помогли этому как могли но в общем то очень немногие люди могут все такое позволить часто ладно конечно сейчас шансы наверно были больше что какой-нибудь там найдем контакт ну конечно во первых он был бы совсем тугой а во вторых его могло бы не быть вообще многих так и бывает или конечно большая роскошь вчера вот мы когда сидели за обедом там речь шла про умение признавать что наивуденность сейчас не момент наилучший но тут даже не надо сильно мудрить чтобы обязательно сказать что да этот момент реально прям таки наилучший что-то в этом определенные дам я так не пойму все таки во первых пишите он вообще но вроде пишет три минуты вроде написано во вторых как его что он зачем он ко мне пристал почему требует меня повернуть 90 градусов где-то отменить вообще если я не хочу ну не хочу я доброе утро но тут немножко мучаем людей ведь уже с утра потому что нам нам уже скоро чем-то ходить так что мы уже стали вот мы решили так вот я собственно говорил о том насколько на самом деле это действительно в общем-то чудо про это время от времени вспоминаем приходится порогу деятельности про это вспоминать многие люди такого себе позволить не могут в общем поэтому поэтому мы занимаемся тем чем занимаемся но я конкретно да и поэтому были на конференции это вы собственно посвящено чем чем могли помогли я переводил я переозвучить честно говоря там я давно уже меня сам я когда каждый раз когда надо стопа поставить из гарнера мне стыдно за качество записи там потому что это было до всех микрофонов записано и так далее по-хорошему его конечно зайти переозвучить теперь я уже переводил им бейкер тоже так что в общем хотя вчера пытался пробить думаю не является ли она родственница случайно робина бейкер но мере в меру того что я успел накопать очень нет не является народ потянулся здравствуйте уникальный шанс пообщаться как уникальный был уникальный вчера вечером был уникальный перед вечером теперь еще один уникальный ну что вы нам владимира конфликсируете на эту тему понимаете насколько мы в общем то но в общем то чудом спасшиеся в этой теме опять же повторю ты же помнишь когда я тебе рассказал как это своих свое видение то тех событий ты по моему ужаснулся ну для меня было сюрпризом когда-то не рассказал что там то есть я конечно догадывался что естественно я знал о том что будет обратное действие конечно я знал но я судил скажем так по твоему поведению тогдашнему и ведь видно был все тяжело но не было видно что ты прям как-то прям вот на грани прям на грани что ты буквально типа завтра утром ты можешь поисчет если бы я об этом знал наверно я бы очень-очень нервным как бы я и так нервничал у меня по своих хватало там причем нервничать но в этой ситуации я конечно был бы прям таки в общем отчаянии даже не знаю как бы себя повел наверно правильно что ты мне об этом не рассказал твоя уверенность как раз человек все уверен чего-то бояться с ним не пропадешь ну так но совсем низком уровне если говорить явно это тоже подействует да но там это начало на конференции говорили и это почти цитата была из хотя мы можем человек который поговорил он и смотрел в фильме папы папа там как ближе к концу там есть такой короткий эпизод где несколько человек там которые были выступали по ходу фильмам не говорят в чем их советы заключается отцам и один там из не помню кто он то ли активист или из психологов или это мая буханом говорю нет не буханом пардон это в австралии происходит я забыл как зовут там этого сенатора который там он сказал что по большому счету да спасти самого себя это главная задача при отчуждении то есть отцу нужно в общем заботиться о себе продолжать жить чтобы у него все было что называется там работа и финансы и здоровье жилье в общем в целом он должен быть их думал цел цел тогда у него есть шанс вообще хоть какой-то шанс на то что тогда нибудь все это обратную сторону может пойти если нет у меня вчера честно говоря разозлил примеру тут хоть и хоть он и был промать но это неважно там когда сказали что типа ну там не дни мне рассказывали про детали дело самому целиком но сказали что значит отец матери отобрал ребенка и про на каким-то там около силовым образом и даже и там суд и эксперты готовы были пойти навстречу но типа времени прошло прилично там речь шла годах пять лет счет шоколи и типа за эти пять лет человек полностью ему как мягкую разница расклеился не стали рассказывать детали но в общем человек в полном раздрай я конечно нахожу в этом большое количество лицемерия потому что даже лицемерий на как назвать кто это сделал собственно это щас про судьи говорю кто это кто это сделал судьи опека там эти эксперты кто пять лет позволил всему этому длиться вы же и позволили о манике и проезжаем это на нашу идти и прыжай да наверно наш это же мега это химки что ли да а ну да ленинградка она же здесь и проходит все правильно 9 мая это самое у нас такая была мини традиция сюда приезжать к ежам ежи в прагне виду здесь было в общем мы уже в химках получается если я ничего не путаю и к тому что кто позволил всему этому произойти с ней кто пять лет в общем молчал и не и особо ничего не делал неры пусы и позволил как бы и ребенку отдельно жить и человеку такого дайте опять же это в сторону что с при совместной опеке все было бы несколько иначе бы развивалась они же позволили сделать а теперь они же говорят ну раз вы типа мы тебе ногу сломали а теперь одну раз ты хромаешь мы тебе футбол этого кроссовки не дадим конечно никто такая кольцевая логика то есть кто виноват в этой ситуации ну вот совет там и матери но понятное дело что подавляющей большинстве это отцам надо не знаю как не знаю где не знаю чем в общем нужно люб любыми усилиями до каких только можно дотянуться любыми ресурсами там не знаю есть средства значит там нанять какую-то помощь нет средств значит искать ее там так или иначе самостоятельно но в общем психологически и остальных вопросов которые пойдут следствием надо каким-то образом удержаться на плаву то есть в ситуации как вот этот описать писал как раз человек который не помню что это говорил в фильме папа что типа нужно создать такой остров на как то есть остров на котором живет папа и папа на этом острове начать живой здоровые там у него ну не по типу робинзон на у которого все есть пусть он на необитаемом острове да но но есть там и дом и пропитается то есть в худшем случае он вполне себе проживет на этом острове куда деваться надо жить но если если вдруг каким-то вот боком случайно хоп и ребенок что называется мимо проходил проплывал там не знаю приехал то он мог бы легко на этом острове задержаться вселиться и там остаться вот это конечно большое дело да и тут я имен перечислять не буду он тут большая благодарность моему кругу который оказался вокруг меня во время что эти люди конечно там каждый по-своему но они сделали очень 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 много конечно не был бы из них тем как я сейчас являюсь была конечно платная помощь и это очень большое дело очень большое дело вот но там и и люди которым которые бесплатно мне помогали в общем которые мне очень помогли первые шаги вообще сделать в этой области психологии такой бытовой психологии конечно и психологом не стал хотя бы хотя бы по язык какой-то освоил там что-то реально было движение в некий словарь и систему понятия это все было такое все чужое и новое 30 с лишним лет прожил на свете и еще вообще не понимал о чем речь идет это отдельные фразы слышал никогда у меня не складывались система тут как у меня у меня потратили время я начал это действительно складывать в систему книжки конечно тоже вовремя подоспели возможно одна из главных вещей до чего я применяю английский язык большому счету во первых конечно для меня это рабочий инструмент в общем то большую часть моей работы но во вторую очередь наверно last but not least вот эту вот возможность получить литературу нужный момент который у нас все найти не смог тоже большую вот это так в общем немножко даже жутковато становится от мысли что все могло сложиться совершенно иначе и все это маленький вот . и задоринки зависело все остальное конечно пугает это конечно пугается где где-то была фраза в этом и наверно уже цитировал на вас лишний раз вспомнил святые струщоб там где следователи говорят вот эти двое не герои они просто два обычных человека которые попали в необычную ситуацию и просто так получилось что они вышли из нее победителями там конечно папа фильм это показано что это не были обычные два человека в общем то и мы наверное в этом смысле тоже чем-то необычные но не настолько конечно хотя без вмешательства извне я вчера спрашивали типа чего я нахожу там я пройти про прошелся по картинам запись сделал там по библейской серии на лестнице меня вчера там нужно сообщество просили типа что я нахожу в этих древнееврейских сказках например я там не было такой картины к сожалению если бы она была то это была центральная центральный сюжет для меня был бы если бы там была картина с раступившейся водой потому что на мой взгляд это точнее всего описывает то что произошло когда мы устанавливали отношения реально вода раступилась то есть я грубо говоря тот кто воткнул посох в песок больше ничего особенного не делал но почему-то вода раступилась а я до этого надо сказать поминал в общем господу в суе по этой теме я писал об этом говорил иногда за разговорами тех что это вопиющая ситуация и что очень что в такой ситуации мог бы и и сера могла бы с неба падать там много чего могло бы происходить что это вещь вопиющая что называется к небу возможно небо услышала возможно небо сказала что ну ладно сам напросился посмотрим как ты это с этим справишься и в общем вот этот переход самое точное образное изображение кстати еще наверно все таки добавлю поближе у меня тогда еще более сильная связь была с матерью в том числе но я думаю ты об этом упоминал когда точно и на самом деле вот если бы в том числе и особенно перед тем ну или вот в моменты когда мы с тобой общались ну начали снова общаться еще там до переезда вот если бы у нас на ровном месте не начали происходить ссоры там регулярно раз там несколько раз в неделю наверное опять же ну это еще дополнительный факт меня бы скорее всего все устраивало а тут сложилась такая ситуация что из серии тут не самые приятные мне люди плюс мама с которой сейчас ну как то ну не клеится отношения откровенно говоря вот ну я не знаю прям такой человек что ли был что может на ровном месте практически устроить там ну не прям скандал конечно нет но ты уверен что это было именно на ровном месте или все-таки это было некоторым образом после начала общения нет это был довольно длительный процесс насчет того там когда было его обострение я не знаю я не настолько был квалифицирован чтобы подобные вещи замечать к чему было приурочено там то или иное событие я такое был не способен в этом случае так что опять же до отношения вроде привязан такие вот почти дисфункциональные в общем особенно еще если добавить насколько мало времени проводил а на другом конце это сидит там пусть и может быть не совсем прям знакомы мне человек зато человек который меня понимает в отличие от всех остальных родственников это было очень это важная тема была вероятно потому что в принципе на тот момент я активно нуждался в том что у меня кто-то мог быть примерно понять не без этого ну и ладно может ну да ладно без этого тоже не получилось помимо того что там человек понимающий там человек так же ну может быть не так же но примерно так же благословить массаж опять же в отличие от всей стороны со своей по материнской потому что ну для меня это тоже важная вещь была и в дополнение конечно же игры потому что собственно говоря это вообще послужило таблочком тому чтобы я тебе написал откровенно говоря однако же мы ведь по моему я даже пытаюсь вспомнить а мы вообще мы вообще играли после переезда конечно ты что играли еще не особо помню ну может мы не прям прям часто играли как раз до переезда до перерыва я помню что у нас так более-менее мы регулярно это делали а вот после чего-то как-то у меня особо не помню ну естественно просто мы не так регулярно играли но там моя условная потребность явно была хотя бы совместная игра с тобой была улетворена прям я не знаю это может быть есть какая-нибудь литература на этот счет но я помню что у меня прям была почти физическая ну не прям зависимость но возможно физическая зависимость после того чтобы побеждать отца в играх я помню это было прям великолепно конечно как говорят что компьютерные игры это зло а у нас это оказалась одна из таких вот ну совместных островов общих ну и главное чем мы уже не были профессиональными игроками я уж точно ни в какую в общем игру я больше такой ретро геймер был да там то есть я знал как поставить там на завести редаллер там на какой-нибудь хотя вот эти стрелялки типа modern warfare я помню был второй да и чуть-чуть третий в общем это у нас получились такие как бы острова совместные да другое дело что играть то мы бы конечно смогли удаленно мы же делали это раньше да не то я по крайней мере вот у меня отложилось только что как бы сказать для меня нагрузка была именно то есть для меня тоже большое большое было дело не ну я так казуальный игрок да то есть я особенно что я там делаю и стрелять-то особо не умею компа у меня игрового в общем никогда не было сейчас наверное первый раз в жизни когда у меня комп который может считаться в общем-то и игровым да так в общем-то и не было таковых я помню какую для меня гигантскую символическую нагрузку имела что типа что я не просто там вот я там зашел и я там стрелял потом и впав а что у нас там есть аккаунты которые называются похоже даже иконки там соответствующие были которые изображали в стиле парные аватарки до того как это стало мы до по то есть парная аватарка моя моя была идея то есть придумать парные аккаунты которые называются что из них можно догадаться стан там намек скажем так был что это родители и ребенок прямо не было этого сказано было видно иконки соответствующие где тоже было зашифровано собственно и сейчас наверно там висят да ты менял иконку на стиле меня а у меня нет у меня старые и как бы сказать после переезда особенно вот этот вот но символическая нагрузка появилась гораздо больше то есть буквально каждый раз от него мурашки по коже шли там вот потому что я помню то есть от самого осознания типа что мы не просто там а вот что особенная пара на такие что интересно например в природе ведь хищники допустим которые ходят по одиночке которые не ходят стаями ведь самка с детенышем даже подросшим детенышем в общем то ну более или менее обычное дело у нас была такая нестандартная ситуация да то есть самец детенышем ходит такое только в документальных фильмов там подкинуть очень особенные какие колоритные граффити пошли в общем очень особенная была ситуация и вот это вот все это было отражением как бы то есть я непосредственно переживал все это каждый раз когда просто логин входишь там открываешь список друзей и в общем да это конечно большое дело мне кажется велик шанс что на самом деле вот эти то что ты говорил про скандалы я думаю что все таки они могли быть спровоцированы каким-то момент вам возможно ты сам не отдаешься отчет но возможно тысяч так ты изменил свое поведение может я изменился манера обращения речи может даже это грубовато начал как-то там например с небольшим этим там подколами общаться там или тонко намекать типа что общем на этом на этом доме например свет клином не сошелся типа что в общем есть другие варианты не знаю нет такого я точно не говорил могло быть что-то мелкое потом в прибытии 07 в смысле 7 ровно 7 07 а 7 07 ночи в общем еще 10 минут на вам где-то езды примерно вот и вот как раз типа поезд керчера добавлял но я к тому что могла быть какая-нибудь мелкая все-таки женщины замечают более мелкие вещи даже если бывает не понимают где-то там в уголке возможно где-то в уголке сознания что-то такое заметно и началась просто ну банальная в общем ревность или там борьба за авторитет ну это явно не пошло на пользу это да потому что чем сильнее тут как с бабочкой на чем сильнее подали с кошкой хороший вариант кошка чем сильнее пытаешься схватить тем больше вероятность что во первых отец бегут а во вторых еще тебе царапают сильно кусают это лучше что называется спокойно сидеть соблюдать границы сиди и соблюдай границы не живописно стало после стены хотя бы вот так что там тоже просто посмотреть не на что ну все в общем то хотел сказать москва нет москва конечно уже давно в общем мы уже подъезде к самому центру вот такая вот мысль у меня с утра родилась в общем мы все-таки не так уж часто что-то куда-то выбираемся тем будет так вот на два дня вообще куда-то ездили вот так на два дня по моему ни разу нам не ездили на поезде точно нет а вот машине вот в Саратов там Ахтис ну да а типа одну ночевку мы были вдвоем вот это не факт по моему нет я пытаюсь вспомнить куда мы ездили вдвоем мне честно я кроме вот зарубежных выпусков ничего в голову не приходит но это было давно те которые прошлые пуска так что наверное это был первый раз вот даже за за последние лет пять так в общем так что у нас такое специфическое особенное событие так пока там есть что посмотрите опять верну вот какой-нибудь марафон до поездки на забеге да был такое но мы максимум там были ночь обычно дает и на экскурсии ну на экскурсии мы были раз были в общем не так ничего особенного было что на посадку пошли да так что в общем для нас это и семейное событие было тоже именно в этом смысле даже не знаю как часто мы сможем это сделать ну я скажем так буду держать руку на пульсе если будет такая что-то что-то что тебе будет подходить по по роду деятельности там абы куда тянуть не буду но в общем ловите момент мне интересно судьба твоих этих собранных данных и конспектов как они там найдут ли они свое место в вузе не гарантирую вообще не надо гарантировать мне собственно интересно попытка непитка правда товарищ карьер в следующий раз как-то надо обойтись без жертвования пар ну издержки были а тут тут уж тебе как скорее к тебе вопрос вот ты пятницу отпрашивался да она стоил того мы же как бы заранее программу не знали она все время скакала давай так если рассматривать с позиции что условно если я лишусь пятерки по данному предмету и получу пятерки по всем остальным в общем а сильно ли изменится ситуация того если я получу по всем предметам пятерки за эту сессию да нет я все равно не дел не бюджете пятерка может быть символом я достаточно мне кажется всем по предмету который ты как бы знаешь настоящему типа например не знаю там если как пример привести допустим моя там математика информатика в школе для меня было важно что я точно всегда знал что я одну условно говоря знаю на 6 почти всегда то есть 5 это так само собой разумеющиеся то есть меня просто другая оценка меня это означало что я ждет где-то общем то факап произошел серьезный несмотря на то что я мог не делать домашнее задание заниматься только тем что мне интересно но все равно как бы ты знаешь эту тему знаешь на 6 для меня это было важно так нас собственно поселяет или будет сейчас все тысячи четыре так сколько ими сильно ночью облично еще и все все минуты чуть там и так медленно плетемся мы кажутся очень близко ладно на всякий случай я минут через там три-четыре на нажму стоп на весь как мысль еще сказать успеть не знаю в принципе я более-менее все и мысли мы которые были по поводу конференции я уже потерялся в общем да не знаю что там вчера сохранилась там старалась потом переслушать может подрезать чего-нибудь а может оставить для истории чтобы было как было она лишний раз скажу большую благодарность алексею паку вдруг он это будет смотреть потому что это было очень помощи гостеприимства и в целом конструктивизм скажем так в этом направлении этой всей деятельности вызывает очень большое большое приятие кстати ладно еще был момент я честно долго думал как собственно говоря сообщить в общем были некоторые товарищи на самом деле как я потом так пригляделся товарищ то по сути один который значит занимался прекрасными вопросами которые в общем я я не знаю либо это был какой-то очень глубокий стёб почти над всеми либо это и на может быть человек просто банально некомпетентен особенно ярко это проявилось в первый день конференции был одно из выступлений в общем более-менее содержательных где-то по моему там одно из одно из первых и значит человек там сидящий начинает задавать вопросы на уровне вы так ну вообще ладно чтобы уж совсем не пускать человека вроде нет он сказал не диагноз но что я честно уже не понял в общем условно говорю конечно вроде слова не диагноз вот вы там ставите отчуждение родителя по рисунку начинает человек объяснять ну что вы что вы на рисунок это проективная техника мы там важно нам значит общение с ребенком с родителем тесты а вы по тестам ставите и вот такие вот высокоинтеллектуальные вопросы просто преследовали этого человека ну я могу я по-моему слышал эти там вопросы подобного рода я просто не отследил что там потому что целая серия одного человека исходила я я знаю откуда растут ноги то этого есть скажем так у психологии к сожалению психологов у нас в россии есть плохая репутация и в частности есть несколько очень известных кейсов именно связанных с рисунками частности вот эта кошка знаменитая ты наверно знаешь об этом случае да про кошку большим хвостом по которой там то ли посадили то ли чуть не посадили отца у девочек какой-то там я потом еще видел смешной кейс когда не знаете давал читать нет когда учительница надиагностировала там начнется животных халф-лайф да тест нарисовать значит вымышленное животное и ребенок не знаю может он прикалывался может просто ему лень была или он скрывал на самом деле то что хотел нарисовать ночью он перерисовал то есть любой кто играл халф-лайф в два счета узнал бы там то что там нарисовано и он описывал поведение там животных их на них несколько и все это поведение он не придумал он просто его срисовал из халф-лайф нужно просто это знать а психолог и то есть как есть книжка изданная там эти кейсы перечислены с комментариями психолог накатал такую целую значит там две страницы с расшифровкой значит какая ужасная этот признак он там на выдумывал что общем она там диагнозов наставила когда мы говорим когда я к тому что когда для рядового человека который слышал про эти кейсы мы говорим что вот по рисунку что-то там установили то у человека щелкает сразу вот там у меня тоже щелкает кошка халф-лайф он это уже перу на давай так настоящий психолог психолог практически там он только психиатр и исключение может быть психотерапевт еще небольшое исключение не имеет права ставить никакой диагноз вообще он может написать что там типа у меня подозрение на то-то 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 и отправить к вышестоящему специалисту особенно все что касается чего-то нам серьезного и серии ставить там шизотипическое расстройство по рисунку или даже по беседе не имеешь права его ставить все ну то есть он не врач и поэтому он не может стоять именно ты вообще-то игры ты занимаешься только диагностикой возможно консультирование но ты никогда не можешь собственно говоря поставить диагноз фактически на кроме я не знаю какого-то там более-менее легкого я не знакомый там сдвг условно которое не требует прям такие серьезного подтверждения тестового медицинского ладно господа мы приехали я думаю что этот point со стороны владимира был очень интересным да но нам тоже для понимания не знающим ладно прерываюсь до связи